Деятельность Координационного совета, прервавшаяся в 2020 году из-за пандемии, вновь возобновилась. Первое заседание прошло 27 мая в администрации города. Встречу посвятили теме деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Их основная работа направлена на формирование у детей и подростков негативного отношения к табакокурению, употреблению спиртных, психотропных и других потенциально опасных для здоровья веществ. Серьезной медицинской и социальной проблемой общества является употребление наркотических средств, поэтому в городе также регулярно проводятся работы, направленные на пресечение их распространения. В административной ответственности включено 19 лиц, совершавших правонарушения в данной сфере, возбуждено 7 уголовных дел. Несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту к распространению, употреблению, а также находящихся в состоянии наркотического опьянения, не выявлено. Одной из приоритетных задач комиссии по делам несовершеннолетних является пропаганда здорового образа жизни. Комплекс мероприятий охватывает все образовательные и внешкольно-учебно-воспитательные заведения. С 2020 года в городе действует положение о наставничестве над несовершеннолетними. Цель проекта – подбор взрослого, способного стать авторитетной личностью для ребёнка, установить с ним взаимные доверительные отношения и быть для него положительным примером. В учёте в комиссии состоит 25 детей, за всеми подучётными закреплены наставники, это лица из числа федератического состава образовательных организаций. Таким образом, обеспечен постоянный контроль за подростками, а также систематическое взаимодействие наставника и ребёнка целью своевременной коррекции поведения. Также во всех образовательных учреждениях действуют волонтёрские движения, школьные и спортивные клубы, досуговые секции, проводятся встречи и беседы. Все мероприятия направлены на правильное и доступное распределение досугового времени детей и подростков, а их эффективность значительно увеличивается, когда авторитетным примером для детей становятся их школьные товарищи. Самое ценное в данной работе то, что подростки-активисты личным примером пропагандируют здоровый образ жизни по принципу «сверстник-сверстник». Успешность работ по профилактике напрямую влияет на качество жизни детей и подростков, поэтому подобная тема рассматривается на заседаниях регулярно. В группе риска, как правило, дети, не задействованные в дополнительных внешкольных организациях. Основная задача комиссии – максимально увеличить процент школьников, занятых внеурочной деятельностью. Виталий Волков, Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ.